Для меня самая главная черта это хладнокровие, то есть я стараюсь хладнокровно подходить к бою, то есть разбирать соперника. То есть ты почувствовал, что соперник проходной или как? Нет, специально для Павла ты взял отпуск, на моря не поехал, а как бы кардио-то подтянул. Пашке не такой контроль, он тяготеет в любом случае к стойке, все кто тяготеет к стойке, но мне больше располагается этот амбиций. А вот эти легендарные лоу-кики Артема Домковского, расскажи немного о них, как собираешься справляться с ними? Он будет пытаться меня вырубить с ноги, так с вертушки, не знаю, с чего-то подготовил. Да, с вертушки подготовил. Али Бага, Верезников, Артем немного зацепились недавно. Муса, вот человек первый, который мне начал Азы в вольные борьбы давать, и мне очень с ним понравилось, то есть я тогда начал вникать. Паша Витрухта мучился у Исы, а я у Мусы, короче, и вот получается, ну, насколько мне сказали, Муса самый техничный из них был. Не, Муса очень сильный борец. Но Иса в левую ногу ему бесполезно. Артем, а ты вник в вольную борьбу? Нет, для меня это очень больно и болезненно. Если я вникну в эту борьбу, то закончится мой спорт. Зачем нам это надо? Или этим станешь не победим? Нет, я не стану победим, я боюсь какой-нибудь грыжа выскочит, и в итоге придется, ну, преждевременно покинуть спортивную карьеру, расстаться с вами, не буду вас видеть. А так, пока, ну, не борюсь, но вроде бы бьюсь, вроде бы интересен. Тут с неба не зашла звезда, главный бой, от чего я просто, ну, чем я заслужил такое доверие? Чем ты заслужил 5-5? Я не знаю, чем ты лидию насолил. День насолил. С своей преданностью, ММА, своим долголетием, своим вкладом в этот спорт. На самом деле, знаешь, я вот тоже скептиком, кто говорит, что главный бой, вот мне очень приятно было, хотя полтора года простое, тоже такая радость, 5 по 5 сразу, но этот, то есть после полуторагодового простоя, но когда я слышал, что соперник Тёма, то это более реально, то есть, то есть, тут, в принципе, у нас шансы нормальные. То есть, ты почувствовал, что соперник проходной или как? Нет, я почувствовал, что человек не кардиомашина, то есть, нормально, можно функционально. То есть, вы нашли друг друга. Нет, нет, подожди, Тёма, парируй, специально для Павла ты взял отпуск, на моря не поехал, а как бы кардио-то подтянул. Ну, трюхи дышу, слушай, я думаю, что я не дышу, а с малыми стою, ну, вроде бы дышу, поэтому мне всегда, что нам хочется быть лучше, правильно? Ты же знаешь, как малые могут работать, давать. А могут не давать. То есть, это, знаешь, мне кажется, знаешь, кому привести пример, есть человек в парах, стоишь с ним, вроде нормально дышу, а стал там образное состояние с Арнавским, два раунда, я уже, ну, не дышу, я чувствую, что... Это психологический барьер. А ты точно не дашь ему дышать? Это психологический барьер. Если малые дают... Посмотрим, но осталось-то три дня подождать. Да. То есть, там проверим. Да, кстати, друзья, это АСА подкаст, мы начали так неофициально, с места в карьер, пока ждали Алексея. Алексей, так уж и быть, прощаем тебя за опоздание, но больше не повторяй этого. Хорошо, пацаны не извиняются. И я сейчас пытаюсь для себя определить, кому из вас тяжелее. Артём, Паша, вам, которым нужно биться через три дня, или Алексею, который также уже находится на определённом этапе снижения веса? Ну, я-то ещё не настолько на этапе. Так, чуть диетка, так что самые интересные дни начнутся с 20-го числа, так что я с удовольствием посмотрю поединок ребят, а потом вот они будут вкусно кушать, а я уже начну невкусно. А я считаю, что, знаешь, я был в положении Лёхи буквально месяц назад, и я понимаю, что всё-таки моё положение лучше, потому что мне опасалось буквально три дня, реально, два же, два дня крепонуться, и я уже буду есть. А Лёха будет только урезать, урезать, урезать. Я вообще Лёша увидел, я смотрю, так мы как-то пободрее выглядим его, реально. Это потому что я к вам так спешил, машину бросил, на метро пересел, от метро пешочком прогулялся, поэтому у меня, считай, третья тренировка за сегодня. Получается, не дышу. Кстати, вот мы сейчас начали мысль, и Паша сказал, что когда я узнал, что бьюсь Артёмом, я подумал, что не кардиомашина, можно побиться, и ты тоже самое сказал в каком-то интервью, я уже не помню, что по стилю Паша тебе удобен. Ну, удобно, да. Просто есть чем сравнивать, на самом деле, с жакшалыком, там просто плита, бутенко плита, ну, были те люди, с муссахом, с которых, ну, я не понимаю, почему, там просто нереально стоит, поэтому, в принципе, мне кажется, у Пашки не такой контроль, он тяготеет в любом случае в стойке, все, кто тяготеет в стойке, но мне больше располагается с амбицией, хотя, на самом деле, мне казалось, что хакрам гораздо очень удобнее, я поэтому очень расстроился, что не получилось бить, драться с этим дедом в Минске, я, ну, думал, он полегче с ним. Хакрам удобнее. Ну, по мне, я, по-моему, если вот выбирать между Пашем хакрамами, хакрамами, ну, легкий путь, я ищу легкий путь, я не знаю, как там, всем хочется с лучшим биться, я ищу легкий, оптимальный путь для... Ну, и есть доля правды, но есть еще один тонкий момент, который он не учитывает, то есть я не люблю, я не буду оправдываться, там, крайний бой и так далее, там, было как было, но... Ты отошел от плана, там, пропустил, отошел от плана. Не совсем еще то, у меня были определенные проблемы, почему бороться не мог, после этого, собственно, у меня и три операции и было, плеси колена, и плечо, и сейчас мне просто, ну, намного лучше я себя чувствую, и физически, и, то есть у меня их хватит с другой темой. Ну, Саня, как бы, и контроль у него хорошая, к нему тяжеловато пройти, многие эти откидывают, но он для своего веса просто до 70, он очень быстро. Откидывает неплохо, но он устает, он устает все равно, как бы, я это... Матбуратов? Да, он устает, напрягается, просто я тоже красавчик, то есть хотел ему... У меня был в голове, да, я пропустил удар, отошел от плана, у меня было, то есть я должен тоже нокдаун сделать, тоже должен нокдаун сделать, а потом посмотрел бой Бибрита, даже Бибрита он, в принципе, нокдаун не сделал, думаю, что я тоже красавчик такой, я хотел его, ну, нокаутировать. Мне достаточно было просто второй-третий раунд выиграть, но это уже вопрос психологии, общие подходы, то есть я уже не буду, это было, то есть Саня там, да, с победой в тот раз, но эта история, я считаю, незаконченная, потому что я не буду забегать вперед, мне интереснее сейчас Тема, но бой пройдет, там уже видно будет. После простоя сразу пять раундов. Я очень рад. Не пугают тебя? Я только за, потому что, я знаете, я сейчас приехал, я прям реально кайфую, когда ты полтора года не дерешься, то есть смотришь и хочешь туда ворваться, Я сейчас от всего кайфую, от изогонки, от поездки просто, я реально, то есть от того, что я сейчас здесь сижу, я, то есть хочу просто получить удовольствие, как сказал мой друг, был такой момент, знаете, раньше хочется, чтобы соревнования быстрее кончились, то есть такое, а зачем, ты же должен получать удовольствие, твоя работа, твое дело, то есть если ты не получаешь удовольствие, зачем ты этим вообще занимаешься, сейчас я просто кайфую, то есть я хочу получить удовольствие, я хочу в пятницу показать красочный бой, я вот даже скептикам, то, что говорят, что в пятницу, вот зачем на главный бой поставили я просто понимаю что у меня реально то есть тема не полег у тебя были бы бонусы стивом 1 2 и вечера до я два бонуса вам один брат тоже два вечера раза и два раза вот в и сей и просто и тема он очень зречно дерется то бы еще не говорил он старается рубиться он духовитый по боему с усы хаманами думал когда он то есть он добивал там сколько не знаю и тема просто но все раунды выдержала и удары то есть я знаю что тем очень терпеливый я просто понимаю что в пятницу кто человек придет домой это будет по центральному телевизор включить телевизор он не пожалеет что подключил именно наш поединок и увидишь что мы деремся не так что там да вроде там люди чемпионы там до обнимается и как бы не могут понять там интерес ну обычного человека а тут как бы будет реально экшен я думаю что у нас будет хороший плотный бой тема вернемся немножечко отказимся назад уже заговорили про поединок паши сашим от муратова смотри когда человек профильный боец возьмем как за основу например али багова как ты в него не попади он всегда будет в ноги плотно входить то есть он машинально это делает когда человек профильный не борец пропустив банку чуть-чуть подплыв он уже не так охотно просто вот сама вот эта мышечная память не так охотно это делает и борьба уже не настолько страшно не было у тебя мысли что надо попытаться сделать как муратов прям плотненько сразу попасть и тогда как бы борцовский скилл скажем так он снизится причем ощутимо снизится ну конечно хотелось но только единственная попал в третьем раунде если вот посмотреть бой за шелыком ты про этот бой с ноги был хороший удар и я надеялся что все закончится так речь как раз том что жак шелык как ты он профильный борец как ты его не бей он все равно будет бороться это как тебя не изматывай свою ногу ты всегда выбросишь паша же все-таки не профильный борец то есть его вольная борьба ну давайте не будем решать сверх там фантастического уровня что никто не может от защищаться от борьбы и если вот попытаться попасть в пашу его борьба уже просто машинально станет не да не на самом деле попадать никто не будет не такой жесткий у меня удары я постараюсь как тебе сказать не пошел удар расслабить я понимаю что но тяжеловато будет у меня нету таких боев там где кого-то с руки прям жест если ты говоришь про райнах ранах а это стеклянный подбородок как бы там ни было я до этого видела боишься вот но он преждевременно он пробит в область я понимал что если мы попасть и он это паша посмотри сколько его болтает его добить никто не может ну опять же у меня я же сами сарновским тренировался ты забыл что он тело поддержал когда и он сказал что те очень плотный удар ногами так что я прекрасно знаю мне хорошего дару я составляю там где нога там рука неплохо как все переплетено саша сарновский держал лапы артему домковскому но по америке каком году это было в десятом по моему в десятом мези до андрюха и потом вы спустя там образно говоря там 10 11 12 лет подрались алексей магно дрался с артемом домковским 8 лет назад сидит рядом как ни в чем не было я лёха увидел тогда после этого боя на бой с этим про то что я говорю объявлял же тогда при либо с бутенка лево меня уже все список рада перед боем с лёха я очковал биться ну молодой коршун вот вошел думаю сейчас дома да да так скармливать молодому да да ну не но так и было на самом деле далек ты тоже принципе да думаю старичок уже сейчас я молодой на коне туща джих тут как выроду не знаю еще так все получилось красивенько получилось красивенько не ну и для легких делал просто так же как меня расслабил в семнадцатом году я уже все завязывать хочу там очень часто тема как он был готов а мне знаешь мысль о том что тему уже на спаде мне предложили поединок я сейчас помню за три недели и еще при том чтобы матчмейкеры тогда переспросили у гаджи мурада я сразу согласился они говорят точно типа я шнув буквально только начал скажем так свой путь в ммэй они говорят точно каджи горит да точно я говорю да стопудово точно типа а все было ваще не так просто как она оказалась на бумаге ногами плотно бьет ваш ну да интересно вот возвращаясь к статусу боя сегодня мне тоже дам журналист задает вопрос почему полпутников и палмер не бьются в главном бою а именно вот этих ребят вы поставили вы есть спросить вас какое у вас понимание почему именно гордеев домковский домковский гордеев главный бой вечера но я говорю чисто вот больше может быть интриги к этому возможно то есть кто-то купол полно не он так-то укроп ты его в россии знают как бы но мне кажется для россии мне кажется но интересен и на все-таки я и паши но если так меня задавать себе также скажут слушайте один герой из минска другой герой с урала почему они дерутся в главном поединке в москве кому это интересно для тебя думаю для телевидения в любом случае меня аудитория бушин возьмите опросы думал кто-то палмера будет знать но палмер будет мне кажется просто даже бороться его никто не знал я лёха там всегда интересно то есть на самом деле мне попутников легкие очень нравится машина лёха конкретно я знаю я с них пара сколько стоял он реально очень больно бьет он очень не он я угора не обучаемый чем-то он просто это какой есть вот реально деревянный удар то есть очень тяжело бьет поэтому в 70 лет выступать поднялся легкий вес именно этот бой будет легком потому что за были опасения что во первых алексей недавно дрался во вторых палмер два раза вес не делал и были опасения что он не сделать сорвет бой уже все-таки летать с америки и взрывать бой это не очень хорошо артем с первого дня появления в этой лиге с момента нашего общения да и сейчас ты сам это подтвердил что определенная недооценка у тебя всегда есть по отношению к себе ты всегда вот у тебя такой характер что-то всегда говорил да я уже такой старый да что мне там мне бы кого-нибудь полегче можно ли сказать что именно это такие отводящие пути для себя чтобы немного мотивировать себя немного расслабить соперника и показать то на что ты способен и никого не расслабляю ничего ну просто я действительно так оценил парни тренируется сколько ты готовишь я готовлюсь месяц-полтора перед поем все остальное время ну два-три полгода я вот по поводу то что полтора года небеса когда мы контракт эти сразу столько боев кому-то надо бой там 45 боев год я же прошу 32 до ну да принципе не часто мне вот заново прийти вот это то что по поводу веса сгонки не надо для чего потому что пойдет отвращение от спорта вот эти частые сгонки я не хочу зал ходить я полгода я не хожу в зал я на работе у себя походил футбол поиграл мимо груши прошел побил спросил тренеров они меня не трогают я у меня четыре пять месяцев я не был в зале я вот когда крайний бой у меня был когда это было декабрь или октябрь в октябре по моему что не надо сентябрь сентябрь октябрь ноябрь декабрь в январе я узнал что в марте будет биться от январе еле-еле начал ходить а то есть три месяца вообще в зал не заходил ну да какой у меня может быть уровень когда я прихожу на тренировку там парни кого пропуск все на тренировке больше выходить не меня не трогают я прихожу они каждый день там варится я прихожу я вроде бы месяц назад тебе одной левой уже через месяц артема уже одна левая но я как-то быстро в тонус прихожу за месяц и обычно как-то так в этом плане но опыт не пропьешь да наверно хотя его пытаюсь периодически вечерками до виски скола расслабиться от отойти от этого но я получаю хочется получить не только спортивного кайф она от других каких-то направлений а что позволяет что двигает тобой продолжать драться учитывая на высшем уровне ну это наверное финансовые сейчас данный момент мне надо баню построить но это же не только финансы ты не можешь а финансы не можешь выйти финансы драться с молодыми львами и думать только финансы ну получается что только финансы получается так как бы там ну да финансы да все за финансами не но в том числе но что-то еще же должно быть но честно когда я не выступал год вот какая паша говорит и на соревнования тут обьется вот этот адреналин я два раза когда долгие простой после травм были я сижу и хочется адреналина это счастье вот этого горения и вот первые бои когда ты вот паша завтра послезавтра будешь пред когда вот это будет горение попробовать этот кайф получается вот у меня так было о поймал эту дозу как не знаю не наркоман вот именно от горения получаешь кайф именно расслабился о класс горюет давно этого не было и от этого получаешь и лёша звоню лёша давай мне бой ну чтобы вот это опять все это пройти плюс хочется когда не бьешься я разжираюсь 82 83 ты меня поймешь да когда ты 90 ходишь тюфяк такой на лестницу не подняться и здесь тимур да и тебе здесь тимур бабах в 70 70 до сейчас 78 я в зеркало смотрю я я бы столько вот если бы я был инстаграмный человек сколько бы фоток было там высоко лайков было бы ну просто нож все равно когда тебе часто пишут там комменты там как бы надеюсь жена смотреть не будет когда там женский пол те туда лайкает лайкает лайк и ты понимаешь что ты жеребец такое тебя окрыляет и хочется этот феромон испытывать а тут тюфяк такой стыдно в бассейн приходишь и уже стыдно ты вроде бы сбои завтра паша говоришь по море ходишь толстенький а то сейчас завтра какие будут прожарки вот и надо в этот момент чтобы тебя снимали кругу за что недолго да да жал что же новый трасс у меня реально будут здесь соглашусь в том плане что это у меня весь год я был под 90 килограмм мне было слесного как 90 я жирный просто не накачанность здорово да и я жил не это я просто был не было стимула такого именно вот прям вот я пытался два раза на дети сидел выходил до 83 два раза в течение полутора лет потом вот у меня что момент дорвал плечо состояние упало снова разделся и после операции снова начал 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 там колено че проблема операция снова но наш подразился в этот период и в общем так получается что сейчас я реально то есть 8 недель работал с диетологом там коля ветров приветствуйте который с 1 столе малыхи нам работал который спите успел поработать то есть такое интересный парень в этом плане что шарит и сейчас у меня уже вес то есть допустим вот сегодня когда он завтра веса гонка основная послезавтра взвешивание у меня сейчас вес утра был 77 100 ну то есть все равно много но он не говорит что все нормально то есть для меня то есть кажется что в семь с половиной килограмм за сутки многовато но за полтора суток сейчас посмотрим как это будет у меня кажется нормальная практика для легковеса ну или нормально же обычно у меня последние вот сутки всегда четыре с половиной пять последние сутки только вы на два полтора у меня тоже самое жладение все время было 74 я спокойно себя чувствовал а сейчас у меня тоже 78 вот так у нас полтора же все таки у нас полторы за так поэтому я думаю как разница на то она не выйдет ну я судя просто тебя как послушал что ты вот так вот регламент все будет хорошо слушая я говорю уже чуть делать в самом прикол в том что переживаешь за соперника он реально подошел бою понятно боя ты уже бой но до боя то есть ты все таки думаешь и туда и чтобы реально последнюю он не заскочил чтобы у него все нормально было что бой состоялся тоже знаешь то есть бой делать таки два человека поэтому до боя то есть все равно весь какие-то переживания чтобы все нормально прошло что все были весе чтобы нормально то есть ты же недавно говорил что риск до последнего пока человек не выйдет клетку на здесь вот реально-то меня уже сделал вес да сделалось то бишь это получается мы саживали случаи когда не знаю не помню с кем уже на арену уходить человек снимался за час окоп степанян снялся армана моспанова да 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 рене писал снялся то есть на арену человек приехал на его что-то случилось в они но я думаю нам надо боевать буду молчать все не но это то понятно вы любом я читаю больницы до гену я выхожу на нашу больницу как говорится не узи на скорой помощи я выйду очень дружеская атмосфера вроде бы махаться в пятницу и учитывая стилистику обоих бойцов ну не самая дружелюбная будет атмосфера сам прикол на чем в 16 лет я знаешь какой был я ходил на сынования когда на что на врагов смотрел на всех такой злой настраивался чуть ли там наш шкафы не стукался и тем самым наш ты заряжаешься напрягаешься а сейчас я то есть годами для меня самое главное что это хладнокровие то есть я стараюсь хладнокровно подходить бою то есть разбирать соперника то есть реально кс как спорту отношусь даже если какой-то я стараюсь бороться со своими эмоциями я стараюсь выходить на бой то есть сосредоточенным что мне ничего лишнего текал все эмоции в бою а это то что мы там да мы также сломали дрались чем мы плохо общались что мысль масса рам очень хорош общались мне много раз выручал таиланде и вообще то есть на льги и фломали мы там я на сборах с ним тогда не присутствовал он приезжал тогда в омск тоже когда мы еще там омске тренировались то есть пять раз там добой увидеть поговорили обсудили то есть ну после боя еще увиделись то есть ничего такого в этом нет это спорт реально мы все друг друга знаем но что касается клетки это никак не повлияет мы будем выходить то есть я бы в реально то есть пытаться попасть и не фрешировать там да он будет пытаться меня вырубить с ноги как свертушки не знаю что-то когда свертушки посмотрю короче у вас было гильотину накинет узнает удивит меня да у вас был общий соперник александр матмуратов принципе ты более подробно рассказал о своем поединке где-то пропустил отошел от плана и здорово эти не через два раза в неделю горит тренируется на ты говоришь полгода не занимается а вот твой поединок против александра матмуратов вспомни его немного вот все таки общая ваша понять как ты дашь кто лучше выступил из вас против него думаешь паша не было столько моментов меня в принципе щемил мне кажется все три раунда я третий раунд забрал всех судей на карточках но видишь как было видишь какой суть в том что и он поздно устал я это уж ты дрался с ним и вообще то есть начал просто бездумно рубиться он устал только в третьем раунде и вообще такой бой интересно получился для меня такой знаешь чисто чисто наверно мне один не таких много боев что чисто я просто вышел драться то есть без какого-то этого знаешь вначале был план а потом просто полетел и я просто сам себе сделал в голове что все не работает я буду делать так и просто мы рубились просто драка было реально просто мы дрались а в целом вот этот матчмейкин который отношении тебя скажем так лига принимает реализовывает он тебя устраивает от качества соперников и так далее то есть нет такого что ребята но поберегите меня там вы меня даете одного за другим молодых как шилык немножко не зашел как бы просто мне хочется чтобы были яркие бои а же шилык это вообще как бы просто не моя стезя это тут но все было ясно я как бы перед этим работа одеяло просто все кому это интересно дайте ему борца пускай не между собой но либо но в таком формате только из этого гораздо удобнее меня смотреть и раскручивать уже организацию там где будет более-менее два ударов кану чистого борца но были у меня случаи там для чистых борцов по то же самое в принципе выигрывали с ним не получим тут даже такой момент его типа слабая борьба слабая борьба я помню быть всем живого кану никому очень так сказать я тоже подумал об этом я очень интересно было удивительно что он тогда функционально после закислился именно вот я кстати ну недавно смотрю почему-то этот бой то же самое как говорится очко это вот так вот я не знаю почему но очень хорошо борется я слышал но он закислился поэтому эту палку двух концов себя то есть я думаю как шилык тоже закислить как ты думаешь ваш тебе любыми способами надо бороться обязательно или вот в стойке не так же можешь сам прикол в том что я подхожу к ним на эфире просто ради прикола снимаем план на бой ну где ты чё говорит он мне отвечает буду вторым номером двигаться не давайте бороться он свой план на бой не скрывает понимаешь я как бы тоже не но я боюсь твоих рук я так скажу ну как бы там не бороться я возможно буду больше раз что ты будешь бороться потому что ну в борьбе допустим я думаю ну я с тобой по оттягаюсь в ударке я смотрю как ты с этих рук насыпаешь ну план а план б есть потому что все будет понятно когда бой начнется на первых потому что а там как у тебя реально угол пропустил после раунда с кем-то с мотмуратом было я в этот момент думал о нокдауне думал блин как сделать нокдауну отыграться чтобы мне надо было второй раунд просто выиграть оказывается прикинь а ты видишь слабость челюсти пашина не штаба стене куда слабость я же говорю что его я которые ролики посмотрел его в трех боях шатали и все твали приехали их его кто-то нокаутировал нет извините поэтому ну даже пытаться не буду даже если попаду если вдруг он поплывет там не будет такого чтоб все пошло бы все бальчик зарабатывали за иногда ушу там два балла я таких не люблю лучше знаешь сам прикол когда тебе попадает пытается чек создавить вот этот клавнокровный взгляд который тебя хочет прикончить и не сразу идет это еще опаснее сам это у нас так было с легкой когда я вижу что ему думают уже мир этот не мир и секунданты выбрасывайте полотенца ну как бы как бы очевидно что ну все и в самом конце когда этот стоит и у меня какую-то культяпку эту закинул по печени я об дубля выиграл все эту сейчас вот эту корявку кинул думаю передышал если ты обратишь внимание на самую последнюю секунду когда мы с тобой бились там был пропущен удару ты какую-то выпустил и она до печени дошла надо было раньше это наказаться надо 8 лет назад я думаю все показали дэн 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 фирменный миддл кик от алексея махно а прикинь бы ты мотивация пропала это пропала выиграл бы тему в карьеру завязал бы да и надо всегда смотреть позитивно вот эти легендарные лоу кики артема домковского расскажи немного о них как собираешься справляться с ними я даже север голень набивал думал блин потом этот вспоминаешь что то состояние мясо то это отбитая на голени уже блин как хромаешь что-то потом ночью это болит бейсболу пьешь трясет кашина и что-то от боли ну думаешь ладно значит надо прожить это понимаешь я уже к этому готов психологически думаю ничего отобьет один один нающийся момент тема касани бутанка дрался сами же не то что большой но огромный легковес был пробаривал пробаривал и в последнем раунде уже тема прямо только гонг разбежал эту ногу вот на реально как по футболу как дал а сами в этот момент в ноги хотел бы улет две ноги вылетела все равно поймал такой чувство за шорты ну то есть бьет правда больше а сейчас вот только неделю назад мы на связи были скоро приедет к нам на бьется да он чем в европе за пояс же дерется ваш реализации не помню не помню как организация назад созванивались круче ждать его и сейф как он весь сам прикол всем всем бился сам прикол когда он драл при мне набирал 14 килограмм у финляндии были он набирал 14 килограмм по содержанию он дрался на 70 килограмм 84 у него вес то есть я финляндии дрался с вечером я прохожу столовые сами завтра будешь 80 чего завтра уже понимаешь вечером вот мы взвесились он уже был 82 не ну опять же это забыл у всех и дрался тоже тесто бы всех и дрался пучинка у него просто реально кожа тонкая тонко он видно что сухой мне ведь я забыл от чек связывай так него и думаю про себя ну что типа не очень хорошо себя чувствует перед боями ну может быть так она есть я не буду говорить что такого не было но у меня очень удивило что он такой прям просушен как драться когда ты набираешь столько веса после на за сутки где-то ну смотри я не буду говорить килограммы но вот буквально недавно мы скажем так общались новое подписание в лиге и сей на гуков 70 грамм кстати он до вашей будущей визави может быть он огромный во он высокий он сам по себе большой очень и мне кто-то сказал что он полюбителям 84 выступает и мы потом общаемся игры ты правда 84 устроит в 93 иногда и он в день боя я сейчас могу чуть соврать там плюс минус можно не горам вы там в день больше там 84 85 всего лишь на да и потрясающе дерется прекрасно себя показывает не ну али багов тоже набирает килограмм 80 кстати про али багова али бага березников артем немного зацепились недавно все началось с моего до подкаста провокатор злополучного провокатор перед вами собственной персоной артем высказал недовольство типа что али не проявил благородство после своей победы над ним и обвинил даже в таком очень серьезном грехе в лицемерии али потом ответил дальше больше и прям на личности перешли и уже вопрос идет личной встречи естественно мы позвонили одному второму объяснили что так нельзя выходить за рамки так далее но конфликт есть как вы видите эту ситуацию на чей вы стороне насколько вам это близко или не близко этим узнаю уже много лет то есть он такой отходчик вспыльчивый но он отходчивый и в том плане что он просто если мужское задевает конечно его тоже эго ну у него то есть правильно сказал ну то есть и ему что достоинство да она то есть играет али я не знаю то есть мы как бы я с ним только виделся так здоровался поскольку постолька ну и знаю тему я думаю что это все-таки горячка в обоих все-таки обоим оба за как задели друг другу по-мужски то есть надо и все вот эти моменты все надо как-то отвести лично увидеться как-то это все убить и снова не в сочи увидятся потому что вы не за обсудят там все я надеюсь без крови потому что это все спорт до плане спорта подогреть интерес это интересно да ну в плане когда люди переходят уже рамки тут все-таки вот эта рамка она тут реально есть противостояние то есть это не наигранное то есть это надо мне кажется чуть прогасить огонь у них между собой а каково тебе артем такому ветерану который лишних слов на ветер не бросает который вообще мало разговаривает больше делает видеть такие современные тренды когда бойцы ссорятся где-то могут оскорбить друг друга как ты к этому относишься отрицательно полностью в принципе не в теме по поводу то что у них там произошло но вкратце ловил что и так понимаю после боя артем хотел чтобы ну али как-то она более уважительно к нему отнесся смотри вкратце скажу артем у меня на подкасте до выразила такой мысль что я горд не мог понять мы раскручиваем бой говорить или мы по настоящему ссоримся вроде горд мы пытаемся раскрутить я чувствую горд что какой-то конфликт я горд уже настраиваться на конфликт потом гордон протягивать руку обнимает меня я снова расслабляюсь потом он снова серьезный горд вот эта история ладно горд что было то было бой проходит и гордали поднимается на клетку показывать там жесть понятно горд что я его воспринимаю на свой счет потому что он побил меня дам локтями разбил стал показал жесть и так далее естественно говорит я уже к этому человеку не отношусь так хорошо после этого интервью али выложил комментарий в сей горд я тебя поймаю сочи и оттуда все началось сегодня карикатуру какой-то выставил тоже али и уже артем сорвался ответил и вот это уже для меня вот это тоже непонятно то ли али бой раскручу это ли он реально то есть как ну это каком контексте ты же можешь мужчине сказать я тебя поймаю то есть как будто он тебя бегает что ну если так разговаривать тут как бы можно это и в директ написать это все много на телефоне разговаривать потому что можно когда люди общаются более не как бы я не знаю али и артем не то что да я их обоих не знаю к тому что нужно общаться вот так вот как мы с тобой живой без этих камер потому что ты бываешь пишешь sms у тебя в голове но чувство как бы ну шутки еще чего-то такого доброго наш подкок а я читаю я не знаю какое у тебя настроение ничего что ты чуме такой пиши сразу и ты ему туда то думать шутки не понял давай я тебе бодрить это поэтому если они хотят поговорить это надо ответ на ответ никого нет брата мы с тобой раскручиваем да все раскручиваем все творим дальше если такого разговора не получилось ну а ты меня там но это ясно уже это идет конфликты как бы длинную часть не пошла за ту длинную карьеру я понимаю что тогда еще не настолько был развит рэшток но тем не менее были все равно яркие представители были моменты которые выводили тебя на эмоции проводка за мой единственный бой я не понравился со всеми соперниками меня все было уважительно с двумя двумя скажу кого-то вот я злился первый бой когда я проиграл пояс это было когда у меня голова это болит и когда он уходил перед зрителями вот это вот там у меня такое поведение было типа вот в таком формате что типа уничтожил я настолько злой было когда второй раз выходил него я если думал но не выиграл но я что-нибудь как вот нехороший человек я даже воспринимать не буду который после боя там кому-то там мне настолько вот хотелось его просто уничтожить я это сделал принципе я уже видел что его вырубил я ему еще если помните он уже я видел шум не настолько злой был я ему хотел еще даже если меня вот так вот выведут то бишь но я настолько будут 2 был у меня с одним парнишек которые тоже мне очень хотелось выиграть это борец был тоже он на расслабоне не сделал два килограмма просто на расслабоне а кто это он не за этих хотел гонять в м1 это было я не помню фамилии вообще и он как-то побился и ушел как бы пришел ему дали меня это прямо тоже такой на коне думает домковский я его сейчас можно вес не делать деньги небольшие я ничего не потеряю но если он мне даст на тот момент если помню дал у меня выиграл он бы как бы у нее скачок такой был бы он горит я не сделал вес и там как бы ему но я думал мне там какие-то откатные дадут дадут думал побольше и когда после боя медали всего лишь 300 долларов я думаю нормально за 300 до в принципе тоже наверно двушку не делал причем он зашел на вес не так как знаешь 2 душу тут и не сделал там силы белого на тело зашло так вот да я выиграл его а он на веселее пришел понимаешь а я не задушку я не буду этого не собирался делать он хотел выйти в хорошей форме ну и как бы выиграть меня и я его выиграл достаточно а ты кул год это вообще какое боев мне поисков потерял счет да это я думаю не так важно внутренне на его тоже очка это тот борец про что я говорил что вроде бы боролся но я такой злой был я не думал не об усталости ничего просто его хотел бить я просто ну добавлю что тема наверно у нас из-за этого не получается распустить и раскрутить бои вот я только в лигу подписался этот момент рассказывал и даут там ну я не мог его имя вспомнить или этот пацан да и шай хай ему это слово не понравилось пацан его зацепил в не пишет комментарии там по этому поводу что-то я вам просто директ сразу нами кидают все вопрос убили просто да ну я просто ему сразу конкретно задал вопрос он мне тоже ответил как бы ну переговорили просто корню убили весь конфликт знаешь из-за этого у нас на бои не получается закрутить тема что у нас на корню все это все решается сразу звоним если что-то недопонимание сразу разговариваем либо встречаемся общаемся а так видишь тоже вот у артема соли вы так и получается что ну я так понял что вот это то что али написал это как бы конкретно то есть уже мужское задел всем артем вспылил олив добавил и все мне кажется тут надо на корню это все пока мы будем до надеяться естественно и прилагать все усилия чтобы это не переросло во что-то большее в принципе леда это у нас время уже на исходе артем артем паша вам спасибо алексей тебе спасибо что опоздал и немного сократил наше время а зато я нашел кого-то выходил вы кто это и дарма медали а это самый прикол в этом с даудом в начале подкаста там сказал выиграть его будет с даудом драться такой думаю я хотел смотивировать говорю ребята кто сегодня выиграет в августе будет драться с даудом шайхаевом с первым номером рейтинга легковесом и так далее с даудом у нас интересный такой момент получился я помню два боя выиграл третий бой у меня был с коковым с мохаммадом я разминаюсь в краснодаре гостиница такая круглая и он не через этаж на меня смотрит такой смотрю на него чё ты как он нормально типа чё с кем дерешься ну ты же следующий ты же сейчас выиграешь он думал что я сейчас коково пройду и короче с ним буду драться не сложилось но вероятно да отсрочка произошла был бы хороший был да друзья эйсей 175 17 мая в москве не пропустите хедлайнеры турнира артем домковский павел гордеев ваши ведущие алексей махнул сломбек бадаев все как обычно все по привычной схеме турнир будет крутым приходите кто не сможет прийти смотрите события на нашем официальном сайте paypal.acamma.com 17 июня арена ирина винар усмановой москва спасибо за внимание и до встречи